мы начинаем цикл лекций по дисциплине технология получения наноматериалов сегодня наша первая лекция и на четвертой лекции мы с вами это будет лекция по истории развития нанотехнологии и конечно ведение в этой дисциплине нанотехнологии это междисциплинарная область науки и техники занимающая изучением свойств объектов и разработка устройств с базовыми структурными элементами размерами несколько десятков километров один нанометр равняется 10 минус девятой степени метра однако система получает приставку на на не потому что и размер становится меньше с нами на метров а вследствие того что ее свойства начинают зависеть от размера макроскопическом представлении физические физико-химические свойства вещества инвариантны относительно его количества или размера однако это утверждение справедливо до определенных пределов а именно когда хотя бы в одном измерении протяженность изучаемого объекта становится менее 100 нанометров при этом образующие систему наночастицы по своим свойствам отличается как от объемной фазы вещества так и от молекул или атомов их составляющих в основе качественно новых достижений научно-технических разработках на 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 уровне лежит использование новых ранее известных свойств и функциональных возможностей материальных систем при переходе к на на масштабам диапазоне размеров 1 нанометр 100 нанометра возникает новый мир в котором меняются физические и химические свойства любых веществ и где сходятся предметы исследований физических химических и биологических наук на на мир это часть пространства которым из атомов путем самоорганизации формируется вещество живое и неживое что определяет многообразие структур на на мире ответ квантовый характер на на состояние и особые статические законы доминирующие в на на мире на на системы далеки от равновесия из-за наличия развитой поверхности положение атомов вблизи поверхности отличные геометрические физические от положения в объеме кристалла состав при поверхностного слоя не соответствует психиометрическому составу химического соединения изучаемых центрах мира развитие нанотехнологии как технологии изготовления сверхмикроскопических конструкций измечающих частей материи идет в основном по трем направлениях первое изготовление электронных схем с активными элементами величины например на соседнюю молекулу второе разработка изготовления на на машин то есть механизмов и роботов такого же размера и третье непосредственно манипуляция атомами и молекулами и сборка всего из них но это мы чуть ниже мы это с вами разберем история развития нанотехнологии над возможностью разработки нанотехнологии создания нано материалов люди стали бы задумываться достаточно давно так древний римский поэт и ученый китлу креции кар в своем произведении о природе вещей вводит понятия от первоначалов вещей складывая сочетая которые можно получать различные вещества с различными свойствами первоначало вещей как теперь любви легко убедишься лишь до известных границ разнородных бывает по форме если бы не было так то тогда непременно иные были бы должны семена достигать или чем неопятны ибо при свойственных им одинаковых малых размеров не допускают они значитель они и значительной разницы формы мысли об использовании отдельных сверхмелких частиц для создания нужных предметов и материалов приходили в голову как среднековым алхимиком так и выдающимся ученым 17 18 веков например ломоносову и французу гасенди русский писатель лисков своим знаменитым произведением о тульском кузнице мишель описывает практически классический пример нанотехнологии производства механической блохи при этом имеется загадочное совпадение для наблюдения нано гвоздей по кого плохи по лискову требовал увеличение в 5 миллионов раз то есть как раз предел возможных современных атомно-силовых микроскопах являющие одним из основных средств используя наноструктуру историк науки ричард бокер отмечал что историю нанотехнологии создать крайне тяжело по двум причинам во-первых размытости самого этого понятия например на на технологии часто не являются технологиями в привычном смысле этого слова во вторых человечество всегда пытался экспериментировать с нас с нанотехнологии даже не подрезали не подозревая об этом египтяне и греки и римляне использовали наночастицы для создания красителей еще несколько тысяч лет назад исследования проведенных в центре исследования реставрации французских музеев установлено что древние косметологи использовали соединение на свинца из которых делали частицы диаметром всего 5 нанометров стеклодув античности и средневековье неосоздано являлись первыми нанотехнологами когда добавляли хлорид золото в расплавленное стекло что придавало ему характерный рубиновый цвет следствие появления золотых наночастиц многие источники в первую очередь англоязычные первое упоминание методов которые впоследствии будут названы нанотехнологии связывать с известным выступлением ричарда фейдмана ричарда фейдмана значит в его работе там внизу так полно места значит появление на науке было бы сказано 29 декабря в 1929 году американским физикам теоретикам ричардом фейдманом на лекции внизу полно полным полно места в калифорнийском технологическом институте ричард фейдман предложил что возможно механически перемешать одиночные атомы при помощи манипулятора соответствующего размера по крайней мере такой процесс не противоречил бы известным на сегодняшний день физическим законам этот манипулятор он предложил делать следующим способом необходимо построить механизм необходимо построить механизм создавший бы свою копию только на порядок меньшую созданный меньший механизм должен был создать свою копию опять на порядок меньшую и так до тех пор пока размеры механизма не будут соизмеримы с размерами порядка одного атома при этом необходимо будет делать изменение устройства этого механизма так как силы гравитации действующими кроме будут оказывать все меньшее влияние а силы из молекулярных взаимодействий и вандервальцевой силы будут еще больше влиять на работу механизма последний этап полученный механизм соберет свою копию из отдельных атомов принципиально число таких копий не ограничено можно будет за короткое время создать любое число таких машин эти машины могут таким способом по атомной сборкой собирать макро вещи макро вещи это позволит сделать вещи на порядок дешевле дешевле таким роботом нано роботом надо будет дать только необходимое количество молекул и написать программу для сборки необходимых предметов до сих пор никто не смог опровергнуть эту возможность но и никому пока не удалось создать такие механизмы принципиально недостаток такого робота принципиальная невозможность создания механизма из одного атома в 1965 году феминал была присуждена нобелевская премия за исследование сферы квантовой электродинамики ныне это одна из областей нано науки ну а впервые термин впервые термин впервые термин впервые термин нанотехнологии употребил Нарио Танагучи в 1974 году японский ученый статья об основных принципах нанотехнологии ну греческое слово греческое слово нано происходит да греческое слово нанос означает примерно старичок он назвал этим термином производство изделий размером несколько нанометров нанотехнологии по Танагучи технологии объектов размеры которых составляют порядка 10 минус 9 метра атомы молекулы включающие процесс разделения сборки изменения материалов путем воздействия на них одним атомом или одной молекулы дальше приведены слайды которые показывают о каких размерах может быть нано нано объект живая природа заканчивается на рубеже примерно 10 нанометров такие размеры имеют сложные молекулы белков строительные блоки живого простые молекулы в десятки раз меньше например диаметр атома всего лишь 0,14 нанометров один нанометр здесь проходит нижняя граница наномера мира наномасштабов именно в наном мире идут процессы фундаментальной важности совершаются химические реакции выстраивается строгая геометрия кристаллов структуру белков с этими процессами и работают нанотехнологи вот посмотрите один нанометр это 10 минут 9 метра да и вот здесь вот показано что допустим если взять земной шар то значит одна тенге вот один метр вот равен 1 нанометру и здесь вот в одном нанометре мешается 10 атомов водорода и 7 атомов кислорода и вот здесь вот картиночка если бы рост человеку уменьшить до 1 нанометра то мы могли бы играть в футбол отдельными атомами если бы рост человеку вдруг уменьшился до 1 нанометра то толщина листа бумаги казалось бы нам тогда равна 170 километров ну и самое удачное сравнение это глаз и диаметр земли вот такого размера нанометра значит ну отцом нанотехнологии можно считать греческого философа демокрита примерно в 400 году до нашей эры он впервые использовал слово атом что в переводе с греческого означает нераскалываем записание самой малой частицы вещества вот итальянский ученый Галилео Галилей в 1638 году в книге беседы и математические доказательства двух новых наук обратил внимание на размерный эффект в 1657 году английский физик и химик Майкл Фарадей получил наночастицы золота что происходит со свойственной обычного металла при его сильном измельчение немецкий химик и физик Петер Тиссен в 1923 году написал монографию в которой называется критические исследования коллоидного золота в 1939 году немецкие физики Эрнст Русско получивший Нобелевскую премию в 1986 году и Макс создали электронный микроскоп ставший прообразом нового поколения устройств которые позволили заглянуть в мир нанообъектов в том же году разработал компания Сименс которая выпустила первый коммерческий электронный микроскоп с разрешающей способностью 10 нанометров в 1968 году Альфред Чой и Джон Артур сотрудники научного подразделения американской компании разработали теоретические основы нанотехнологии при переработке поверхности В 1981 году германские физики Герд Беннинг и Генри Рорер создали микроскоп способные показывать отдельные атомы В 1985 году американский физик Роберт Бехард Крот и Ричард создали технологии позволяющие точно измерять предметы диаметром в 1 нанометр В 1986 году нанотехнология стала известна широкой публике Американский футуролог Эркс Рекслер опубликовал книгу в которой предсказал что нанотехнология в скором времени начнет активно развиваться и Донна в 1989 году Донна Эггер значит сотрудник компании IBM сотрудник компании IBM выложил название своей фирмы из 30 атомов ксенона для получения надписи был использован сканирующий туннельный микроскоп сделанная надпись просуществал недолго атомы быстро испарились поверхностями однако сам факт наличия постороннего атома в молекулярной структуре некоторого вещества открыл потенциальную возможность создания молекулярных автоматов трактующих наличие или отсутствие такого атома в некоторой позиции как логическое состояние в 1980 но вот я говорила сотрудники фирмы герд карл беннинг в 1981 году скантроли сканирующий туннельный микроскоп стм за что в 1986 году они получили нобелевскую премию фирмы 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 в Казахстан, разработанное МОН-РК. Следует отметить, по крайней мере, два обстоятельства сопровождающих значительных средств исследований в области наноматериалов. Во-первых, уже на первых полрах появилась возможность реализации высокого уровня физико-химических и механических материалов наносостояния. Во-вторых, эта проблематика выявила ряд пробелов не только в понимании природы особенностей этого состояния, но и его технологической реализации. В последнее время значительное внимание уделяется нанокристаллическим материалам, что вызвано как минимум двумя причинами. Во-первых, уменьшение размера кристаллитов, традиционный способ улучшения таких свойств материала, как каталитическая активность, активность в твердофазных реакциях, процессах спекания. Вторая причина – проявление веществом в кристаллическом состоянии особых свойств, не характерных для объемных материалов и обусловленных в проявлении квантовых эффектов. Поэтому получение и исследование нанокристаллических материалов является важным этапом создания техники нового поколения. В соответствии с принятой классификацией к числу наноразмерных относят объекты, имеющие наноразмер хотя бы в одном направлении – кристаллы, пленки, трубки. Ну, значит, технологии наноматериалов. Физические и химические свойства чистых веществ не зависят от их массы и размера частиц. Например, растворимость висмута в меде при комнатной температуре имеет одно значение. Температура плавления чистого железа имеет одно значение. Температура фазового перехода чистого диоксида циркония из тетрагональной модификации в кубическую имеет одно значение, как и ширина запрещенной зоны чистого пления. Это же касается многих других свойств веществ. Однако при переходе к наночастицам свойства меняются. Давно известно уравнение гипса Томпсона, связывающий температуру плавлений кристаллов с их размерами. Согласно этому уравнению, частицы платины размером 50 нанометров должны плавиться не при 2045 градусах, а при температуре 300 градусов по кельвине, более низкой. Температура плавления эстетики Титан-О и Титан-Бор-2 при размере отдельных частиц в 10 нанометров понижается по сравнению с температурой для обычной системы на 450 градусов по кельвине. Переход к нано-кристаллам приводит к увеличению теплоемкости поладия больше, чем в полтора раза. Обуславливает возрастами растворимости висмута в меде 4000 раз вызывает повышение коэффициента самодиффузии меди при комнатной температуре на 21 порядок. Температура фазового перехода одной модификации в другую может не только измениться, но и превратиться в температурную область, где в равновесии существуют две модификации. Важно также то, что при уменьшении размеров до нанометровых меняются электронные свойства веществ, их магнитные характеристики. Становится иной физическая сущность многих процессов переноса. Так у металлов переход к квантовым эффектам наблюдается при размере частиц 12 нанометров, у полупроводников 10-100 нанометров. Это означает, что природа поставила предел на пути миниатюризации приборов современной микроэлектроники, что через несколько лет клеймневая электроника достигнет своего предела и что если ставить целью дальнейшую миниатюризацию электронных свойств, уже сейчас необходимо искать новые принципы их создания. С чем же связаны такие резкие изменения фундаментальных свойств веществ? Ответ очевиден. В первую очередь, с изменением соотношения поверхностных и объемных атомов индивидуальных частиц. Поверхность самого идеального кристалла может считаться большим двумерным или даже объемным дефектом. Поверхностные атомы в общем случае находятся на более близких расстояниях друг от друга, чем атомы в объеме кристаллической решетки и обладают повышенным запасом энергии. До определенного размера частиц доля этих атомов мала. Их вкладом в общие характеристики вещества можно пренебрить. У наночастиц свойства поверхностных атомов становятся определяющими. С этих позиций наночастицы считают образование, содержащее не более 1000 атомов и имеющие размер не более 10 нанометров. Часто за максимальный размер принимают 100 нанометров. Инженеры давно обратили внимание на вещества с малыми размерами частиц. Известно, что они сперекаются при более низких температурах, чем грубо дисперстные и в ряде случаев позволяют получать уникальные изделия, например, прочную тиранику. Однако уникальные свойства этих веществ затрудняют их получение. Избыточная поверхностная энергия заставляет наночастицы слепаться с друг с другом, агрегироваться. Кроме того, для наночастиц нет как таковой инертной среды. Они химически активны. И при взаимодействии с другими веществами часто теряются уникальные свойства. Нужно немало искусств и технологов, чтобы получить и сохранить наноматериалы. Яркий пример создания композита на полимерной основе с наполнителем из наночастиц серебра. При концентрации серебра всего несколько десятитысячных долей процента композит проявляет необычайно сильное бактерицидное действие. Как тут не вспомнить про святую воду, погружение в нее серебряного креста. Наиболее полноценная на сегодняшний момент терминология используется вот такие следующие термин. Нанотехнология это совокупность методов и приемов, обеспечивающих возможность контролируемым образом создавать и модифицировать объекты, включающие компоненты с размерами менее 100 нанометров, имеющие принципиально новые качества и позволяющие осуществлять их интеграцию в полноценно функционирующие системы большего масштаба. Наноматериалы это материалы, содержащие структурные элементы, геометрические размеры которых хотя бы в одном измерении не превышают 100 нанометров и обладающие качественными новыми свойствами, функциональными и эксплуатационными характеристиками. Наносистемная техника. Полностью или частично созданные на основе наноматериалов и нанотехнологий функционально законченные системы и устройства, характеристика которых кардинальным образом отличается от показателей систем и устройств аналогичного назначения, созданных по традиционным технологиям. Следует отметить, что наряду с термином наноматериалы, которые в настоящем времени получают все большее широкое применение, получили распространение также равноправные термины ультрадисперсные материалы, ультрадисперсные системы и наноструктурные материалы. Материаловедение малых ультрадисперсных частиц, тонких пленок, наноструктур, объемных наноматериалов в 21 веке становится без всяких сомнений важнейшим направлением, позволяющим уже сейчас судить о достижении принципиально новых результатов в большинстве известных областей науки, техники и технологии. Особые свойства связаны со сверхмалым размером частиц и структур, проявлением квантов механических эффектов развитой удельной поверхности, представляют значительный научный и прикладной интерес. Такие объекты чаще всего демонстрируют другую физику и химию наносистемов возникают так называемые размерные эффекты, приводящие к появлению в материалах новых, зачастую уникальных свойств. Композиционные материалы, нанокерамика, нано-пористые фильтры, катализаторы, магнитные носители, изделия микротехники, сверхминиатюрные датчики и наноустройства, нанороботы, биологические наноматериалы, наноструктурные лекарства – это только небольшая часть выполненных разработок из возможных. Считается общепризнанным, что нано-наука, нано-материалы, нанотехнологии сыграют в 21 веке определяющую роль, вызовут революционные преобразования практически во всех сферах областей человеческой деятельности. Важность этих направлений подтверждается тем, что почти во всех развитых и большинстве развивающих стран приняты национальные программы. В России разработаны основные принципы федеральной целевой программы. Предполагается создание национальной лаборатории, центров коллективного использования и головных организаций по отраслям. Достижения в этой области продемонстрировал профессор Григорий Мун, ставший реальным главой Казахстанской нанотехнологической школы. Вовсе не потому, что кто-то его назначил на это место, а в силу международного признания его трудов и научных разработок. Он и его ученик Виталий Хуторянский, плодаваторно работающий в одном из английских университетов, занимают две первые позиции в мире по рейтингу среди ученых и специалистов в области интерполимерных комплексов, на основе которых развиваются отечественные нанотехнологии, создавшие в частности принципы функционирования нанороботов медицинского назначения. Упомянуть об этом стоило не по хвальбе ради, а чтобы показать, в Казахстане имеются научные школы, способные обеспечить инновационный прорыв. Все, что касается истории развития наноматериалов. Спасибо.